эта петелька я ее накидываю на большой палец и дальше переплетающими движениями формируем бухту три метра мотать так смысла нет потому что слишком тонкая бухта получается она не держит саму себя больше пяти метров тоже нет смысла мотать потому что слишком толстая бухта получается вот от 3 до 5 это прям замечательно больше пяти либо вяжем предплечьем либо страдаем и вот таким образом в конце подсовываем палец и загоняем это под палец и затягиваем привет народ сегодня поговорим про бухту бухтование веревки это особый способ ее хранения именно в таком виде она у нас ездит в рюкзаках именно в таком виде мы ее используем идея этого хранения заключается в том что в ключевой момент я могу очень быстро распустить здесь есть так называемый вытяжной шнур это петелечка эту петелечку я могу найти на ощупь она сделана специально потому что во первых чтобы я ее нашел во вторых с петельки начинается большинство хозбутовых задач то есть например если надо прицепиться к дереву я сразу обнял дерево загнал сюда петельку и вставил палочку все и она уже зафиксирована мне не нужно никаких узлов мне не нужно что они делают сыт с будки не собака золото и вытягивая за эту петельку я могу распустить всю бухту я точно знаю что мне ничего не запутается и она полностью мне вытянется как это работает начинаем мы с вытяжного конца в данном случае у меня здесь узел восьмерка я считаю его самым удобным в плане того что он у нас формирует петельку и случае чего я смогу его назад же развязать если мне нужно разрезать паракорд или использовать его в каких-то других задачах где мне не нужна петелька начинаем с вытяжного конца есть три основных способа бухтование веревок зависимости от длины мы это называем бухло наше все рог наше все и моряки сила в чем заключается идея зависимости от длины если длина до трех метров то мы делаем через рог наше все очень маленький размер бухты получается если у нас 35 метров размер бухты будет уже немножко больше поэтому бухло наше все соответственно расстояние будет больше моряки сила у них достаточно большая веревка поэтому там вяжется через предплечье потому что ну пять метров для них это ни о чем точно также вяжут альпинист на нам случае нас это не касается потому что у нас узлы в туризме и так данный отрезок составляет пять метров я это точно знаю потому что все веревки у меня точно размечены таким образом если у меня стоит задача лесного строительства например я точно знаю какой длины у меня веревка я могу использовать как линейку то есть если мне нужно пять метров я прикладываю всю если мне нужно два с половиной метра я прикладываю половину или одну пятую если мне нужно соответственно метр довольно удобная концепция и так начинаем с петельки петельку я накидываю на большой палец или же я могу его зажать в руке но на самом деле если вязать в темноте или вязать наспех удобнее накидывать тогда я точно знаю что он не выскочит точно знаю что он не потеряется и вот такими переплетающими движениями именно переплетающими я начинаю формировать бухту. Еще раз отмечу, что так забухтованы все веревки. И запасная веревочка, которая ездит в рюкзаке, и оттяжки тента, и все-все-все-все веревки, с которыми мы работаем. Таким образом, я знаю, что они все точно одинаковые. Я знаю, что на каждой из них есть вытяжной шнур, и я знаю, что все они работают одинаково. Если мне нужно сделать это в темноте под дождем, или же объяснить другому человеку, чтобы он нашел у меня в конкретном кармане рюкзака конкретную веревочку, я смогу ему объяснить, за что потянуть, чтобы оно распустилось. И ему не нужно в темноте искать, как оно там развязывается. Итак, после того, как я сформировал бухту, я ее снял с пальцев и берусь за середину. Конец, который у меня остался, условный. Тут нет четкой длины, смотрим, насколько мне там удобно. Начинаем его подматывать в обратную сторону. Подматываем, 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 пока она вся не выйдет. В конце, когда остался небольшой кусочек, подставляем под нее палец, и через два оборота засовываем ее назад. И таким образом у нас сформировалась бухточка. На что обращать внимание? Обращать внимание на то, чтобы не рассыпались эти петли, когда мы снимаем с пальцев, для того, чтобы они не распустились. Поэтому всегда держим очень аккуратно. И слишком сильно мотать не надо. Если мы замотаем слишком слабо, оно распустится. Если замотаем слишком сильно, у нас не получится вытянуть. Поэтому с очень нежным, комфортным нажатием это делаем. И проверяем. Поскольку мы сейчас тренируемся, мы проверяем, получилось ли нам ее забухтовать. В данном случае все работает отлично. Покажу еще раз, чтобы было удобнее это все запомнить. Итак, теперь крупнее. Это бухта, это вытяжной конец. Его легко нащупать, потому что это узелочек. Распускается вот таким образом. Бухтуем в обратном порядке. Вытяжной шнур накидываю на большой палец и через мизинец переплетающими движениями именно образовываю такие восьмерки. Мы ее бухтуем. Работает двумя руками, это можно делать достаточно быстро. В конце оставляем некий кусочек, некий условный кусочек. Аккуратно снимаем с пальцев, удерживая за середину. И тот конец, который у нас остался, мы подматываем. Накидываю вировку саму на себя. И в конце подсовываю. Можно под одну петлю, можно под две. Чаще всего делаю под одну, но под две считается более правильным. Если у нас по какой-то причине она неровная, если где-то вот так вот торчит, мы это можем исправить. Просто загоняем палец в большинство петель с этой стороны и с этой стороны. И расширошиваем ее, чтобы усреднить все петли. Если какая-то вот освободилась, мы ее тоже сразу же замечаем. И таким образом мы ее выравниваем, чтобы все петельки были одинаковыми. Зачем это нужно? Затем, что вот за такие петли как раз будет все цепляться. И есть вероятность, что на рюкзаке где-то распустится, где-то зацепится, и у вас уже будет проблема с тем, чтобы ночью вот это вот находить и распутывать. Поэтому бухта должна быть красивой. И по скрипту. Я вам говорил, что таким образом можно не только хранить и быстро извлекать теревку, но и проверять ее на повреждения. Когда вы будете бухтовать, вы будете пальцами проходиться вдоль всей ее длины. Вот сейчас я ее удерживаю пальцами и полностью ее пропускаю. Мне не надо глазами смотреть, недостаточно пальцами. Таким образом я почувствую, где-то она вымазалась или где-то она перебилась. Если она перебилась, я знаю, что веревка либо под замену, либо обвязать ее при помощи австрийского проводника. Если она вымазалась, то это место я знаю, я это место могу почистить или сразу же промыть. Почему нужно избавляться от грязи? Потому что грязь это маленький абразив, это огромное количество камушков, которые остаются на веревке и перетирают ее. Такие вещи надо проверять и за такими вещами надо следить. Да, мы не привязываем человека, скорее всего мы привязываем либо тент, либо котелок, но чем лучше мы ухаживаем за своими веревками, тем дольше она прослужит. Как говорит мой друг, веревка может и стоит копейки, но в лесу ее заменить тяжело. Поэтому вы должны понимать, что за веревкой лучше следить сразу. А не будет? Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Не знаю, я устал от этой заставки, надо что-то новое придумать. Все, пока. Было? Нет, еще раз попрощаюсь. Да было.